Всем привет, я Даша Кей, и сегодня я покажу, как сделать простой, но очень эффектный базовый макияж. В этом году у меня юбилей, уже 10 лет, почти ежедневно я пользуюсь косметикой, и, соответственно, ищу свой идеальный макияж на каждый день. Хочу поделиться опытом и рассказать о лайфхаках, которые за это время я опробовала на себе. Как из-за этого мне удалось научиться вот этому. Ну что, погнали! Ровная чистая кожа это основа любого макияжа, с ней нужно, конечно же, родиться, но элементарные правила гигиены никто не отменял. До нанесения макияжа я использую тоник или отвар ромашки, крапивы и притираю все лицо. После того, как я убрала лишний себум с лица, увлажняю кожу. Далее нужно определиться с уходовыми средствами в зависимости от типа кожи. Например, для сухой и нормальной кожи можно использовать мощную гиалуроновую сыворотку. Она быстро насыщает кожу влагой и справляется с проблемами даже очень сухой и раздраженной дермы. Поэтому после тоника я наношу сыворотку или флюид, поверх запечатываю кремом, чтобы предотвратить потерю влаги и удержать увлажняющие компоненты в коже. Для жирной и комбинированной кожи нужен другой уход, поэтому после тоника стоит использовать легкую витаминную сыворотку и закреплять ее невесомым гелем, который не содержит ни масел, ни жиров. Еще у обладательной жирной кожи частыми гостями бывают прыщики. На неровную кожу макияж ложится хуже, поэтому если такие проблемы случаются, лучше их решать. Средства от Акне стоит подбирать с учетом степени тяжести проблемы. Для легкой и умеренной стадии, если есть воспаленные прыщики, подойдет скинорен. Это не косметическое, а лекарственное средство, поэтому он воздействует на причины. Активное вещество скинорена действует таким образом, что кроме действия против бактерий и закупорки пор, он помогает подавлять неправильную активность клеток, отвечающих за цвет кожи. Поэтому скинорен может не только побороть прыщики, но и выровнять цвет кожи лица в целом. Еще один плюс скинорена, он сочетается с макияжем, что мы сегодня, собственно, и будем делать. Не вызывает дополнительного раздражения при активном солнце, им можно пользоваться круглый год. Скинорен доступен в двух формах, крем для склонной к сухости кожи и гель для склонной к жирности кожи. Высыпание у меня бывает точно в определенный период цикла, поэтому мне достаточно нанести немного крема на проблемный участок кожи перед макияжем и перед сном. После ухода за кожей я, естественно, наношу тональный крем. Этого в 2010 году я совсем не делала. Опытным путем пришла к тому, что использовать тональный крем даже немножечко очень хорошо. Тональное средство дает дополнительный СПФ, что защищает кожу от солнца. Как всегда, два средства для сухой и для жирной кожи. Но, хоть у меня и не жирная кожа, я использую два этих средства под случай. Если я иду на мероприятие, я использую более плотное и сухое покрытие. Если мы говорим про каждодневное использование, то вот этот вот сияющий тональный крем создает здоровый вид типа консилера. Но если вдруг мне нужно что-то добавить под глаза, то я использую консилер в стике или свой любимый консилер Armani в третьем оттенке. На моей коже много рельефа. Я сейчас запудрила лицо, я думаю, вы видите разницу, пудра, можно сказать, стирает ваш рельеф кожи, особенно прозрачная. Почему все так любят рассыпчатую пудру? Потому что она дает долгий эффект на коже. Я люблю два типа. Прессованной пудрой легко поправить макияж в течение дня, но через какое-то время она все равно начнет жирниться. Сколько вы смотрели туториалов по оформлению бровей? Мне кажется, их уже настолько много, что все научились рисовать брови. Но если нет, я использую помаду для оформления бровей. Помада держится весь день, а карандаш все-таки может смыться и подвести вас. Карандаш двусторонний, это суперудобно, но не так эффективно, как помадка. Неизменным фаворитом является гель для бровей Стеллери прозрачный, он уже стал немножечко серый. Тяжелое контурирование, то есть кремовое, я делаю крайне редко. И использую его в случае, если делаю фотосесс, чтобы вспышка не пробивала сухой контуринг, и скулы действительно казались скулами. Чаще всего, даже на каждый день, мне хватает сухого контуринга или бронзинга. Наношу я почти всегда это все размашистыми движениями. В любом случае сейчас действует очень мягкий контуринг, который можно делать как бронзером, так и скульптором. Лобные зоны, верхняя скула, нижняя челюсть. Можно немного подбородок и нос. Про серый контуринг лучше забыть и использовать что-то теплое. Все должно смотреться естественно, как ваш загар. Какие красивые, вкусные палетки. Но вот сколькими цветами вы из них пользуетесь? Я использовала один раз розовый, он действительно крутой. Но это я. Будьте блогер. Но почти все мои знакомые не будьте блогеры, любят коричневые оттенки, и их тут совсем уж немного. Это палетка Майка Преволюшн Рокси. Есть вот у меня одна подруга, она то с зелеными, то с розовыми тенями приходит. Не, я буду только рада увидеть людей с разноцветными тенями, потому что самовыражение, особенно летом, это настолько круто. Коричневые тени закрываем и убираем в долгий ящик. Если вы хотите, чтобы я повторила свой макияж из 2010-го, ставьте лайк и обязательно пишите комментарий, потому что сейчас мне очень важна мотивация и ваша поддержка. Короче. Че касаемо ресниц? Неизменные фавориты. Подводка. To face better than sex. Интересная такая, с кисточкой. Кисточка немного может разлохматиться. Но чаще всего я делаю просто ресницы. Тушу вен сабо, и у меня появляются сезонные фавориты и любимчики, ими я тоже пользуюсь. Че касаемо губ. Для губ уже действительно очень давно пользуюсь карандашом в оттенке Гарда. Ну, Беладжо, неплохой карандаш от Наташи Шик. Также очень люблю помаду Наталины, но это на такие яркие выходы, она действительно чуть ярковата для меня. Лаша Сот Лайм Крайм в оттенке Кола. Вообще просто супер пушка. И блески Сережи Наумова. Теперь мои блески не станут прежними, от Сережи Наумова действительно идеальный блеск-бальзам. Он выглядит красиво. Его наношу иногда поверх. Хайлайтерами я почти не пользуюсь или наношу уже на все лицо, на верхнюю скулу, на лоб, на верхнюю губу, на спинку носа и сияю максимально. Это должен быть какой-то неяркий хайлайтер или яркий для фото. Вот такой вот небольшой экскурс в мой нюдовый ежедневный макияж. Еще хотела уделить внимание кисточкам. Руками уже давным-давно никто не красится. Кистей можно иметь штук 5 и они могут выполнять все функции. Так много, как у меня, не надо. Я их просто коллекционирую. Допустим, Мэдли Про 14 для тона. Наташа Фы... Фык. Наташа Шик Бэйби Фейс номер 4. Топовая упругая кисточка. Валерия Декоза. Даша, прости. Кисть Рыбка с Алиэкспресс. Очень крутая кисть 322 от Зоэва для бровей. 134 кисть. У меня аж две штучки от Мэдли Про. Она идеальная для складки века и для любых других нюансов. 07 от Шик. Для внутреннего уголка глаза, для хайлайтера над верхней губой. Для контуринга, для хайлайтера можно использовать вот эту кисть Казу. Просто будете чуть-чуть чаще мыть. Сначала наносите матовые текстуры, потом другой стороной чуть больше пяти кистей. Но это прям мастхевы такие мастхевные. Вот эта кисть идеальна для консилера. Она прям, ну если что, что-то выметает. Мне еще нравится вот эта кисть от Фанти Бьюти. Я ее использую часто в дороге. Она такая маленькая, хорошенькая. Я совсем не уделила внимания... Я совсем не уделила внимания фиксатору, потому что считаю, что это не совсем нужная вещь. Скорее всего, это работает в паре с таким тональным кремом, который будет немного суховат, а фиксатор немножечко разбавит и зафиксирует этот стойкий уже тональный крем. Сияющий тональный крем в любом случае никак не зафиксируется. Если вам понравилось мое видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментарии «Даша, верни 2018» и пили видосики каждый день. И я вас послушаю, только если вы будете меня мотивировать, да, ребята, да. Похоже, эта взрослая жизнь, она просто меня немножечко осадила, и поэтому видосики стали выходить чуть реже. Всем спасибо, кто смотрел это видео. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok